Школьная киностудия, форма для футбольной команды, музыкальные инструменты для рок-группы или красочное оформление классов. Полет фантазии школьников поддерживает губернаторский проект «Решаем вместе». Например, столовая школы номер 49 в Ярославле стала настоящей мечтой дизайнера. Идея пришла спонтанно. То есть мы просто сидели в этой столовой самой, видели ее состояние и нам захотелось изменить это, потому что нам не нравилось. Столовая проектировалась не только как место, где можно принимать пищу, но и как место, где можно общаться с друзьями, делиться мнением. У старшеклассников в расписании есть окна, то есть свободное время, и нам в школе негде было его проводить, теперь мы можем проводить его здесь. 49-я школа Ярославля стала одной из пяти в пилотном проекте «Школьное инициативное бюджетирование». Каждый выделили по миллиону рублей на реализацию проекта. Разрабатывать его должны были сами ученики без вмешательства взрослых. Это обязательное условие. Лучше отбирали общешкольным голосованием. «Образовательные стандарты предполагают проектную деятельность, поэтому вот этот проект дал ребятам возможность показать все свои умения от идеи до полной реализации проекта». В проект благоустройства попали четыре школы – седьмая и восемьдесят первая в Ярославле и двадцать третья и тридцатая в Рыбинске. «Мы, взрослые, учителя, не вмешиваемся в этот процесс, в процесс выбора вообще никак, только в процесс модерации. Подсказываем, помогаем, рассказываем, как надо представлять проект, обучаем, но не вмешиваемся в голосование. Мы не поддерживали включение в пилотный проект школы, где, например, в параллели один или два класса, потому что важно показать стезнательность, иначе бы не было интереса. То есть это те школы, где как минимум три-четыре класса в параллели, школы активные, которые показали себя для того, чтобы понять вообще, этот проект интересен детям в первую очередь или нет». Школьники активно продвигали и отстаивали свои идеи. В итоге выиграли все. Школа получила дополнительные возможности, а ребята поверили в свои силы. В ближайшее время результаты работы представят губернатору Дмитрию Миронову. Судя по всему, юные фантазеры удвоят свою активность, и в следующем году школа участниц проекта станет еще больше. Никита Белохвостов и Антон Комаров. День в событиях.